В эфире деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. 1,4 трлн рублей потратит правительство России на помощь пострадавшим из-за коронавируса отраслям экономики. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Рубль начал расти. Доступ в интернет оставят тем, кому нечем за него платить. И сколько заработали спекулянты на медицинских масках. Подробнее расскажем далее. Пять крупнейших операторов связи до 1 июля сохранят доступ к социально значимым сайтам для тех абонентов, которые по каким-то причинам не смогли оплатить домашний интернет, пишет российская газета. Доступными останутся самые востребованные социальные сайты и сервисы. Пока их 370, но список будут пополнять. Это сайты госорганов и госуслуг, социальные сети, почтовые сервисы, мессенджеры, новостные сайты, онлайн-медиа, ресурсы в сфере образования, медицины и т.д. Также в списке крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы, услуги по доставке, банковские и финансовые ресурсы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры. Россия заняла третье место по числу занятых в экономике мобильных приложений и расположилась в списке после США и Японии. В настоящее время в этой отрасли заняты больше 470 тысяч россиян. Мобильная экономика влияет на повышение производительности труда и эффективность работы компаний традиционного сектора. Это происходит в том числе за счет повышения эффективности и результативности коммуникаций сотрудников и расширения доступа к информации и услугам. Исследование показало, что российские компании чаще всего пользуются рабочей почтой, обращаются к мобильным версиям сайтов, а половина пользователей подключены к корпоративным каналам или группам в мессенджерах. Объем спекуляций на медицинских масках в марте превысил 400 миллионов рублей, сообщает газета.ру. Например, в 2018 году одна медицинская маска стоила в среднем 7 рублей 30 копеек, в 2019 – 8 рублей 70 копеек. В этом году цена возросла почти до 78 рублей. Самая дорогая маска продавалась и вовсе по 750 рублей за штуку. При этом крупные торговые сети и интернет-магазины не завышают цены. Чаще всего этим занимаются перекупщики и небольшие фирмы. Специалисты предлагают без суда блокировать сайты, которые занимаются спекуляцией. Что больше всего раздражает россиян в своих коллегах? Специалисты работы А.РУ провели опрос. Большинство соотечественников не переносят обман и лицемерие. Почти половина опрошенных заявили, что им не нравится работать с двуличными людьми. На втором месте антирейтинга оказались такие черты, как любовь к сплетням и интригам. Замыкают тройку коллеги, которые не умеют уважать чужой труд. Также среди худших черт, которые встречаются на работе, россияне назвали непрофессионализм и безответственность. Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Это данные с торгов 2 апреля. Так, курс доллара уменьшился чуть больше, чем на 1 рубль и составил 77,66 рубля. Курс евро упал почти на 1,5 рубля. И по данным на 2 апреля стоит 84,98 рубля. Фьючерс на нефть Brent увеличился на 10,5% и достиг 27,38 рубля за баррель. Апрельская зарплата россиян не станет меньше от того, что многие сотрудники перешли на удаленную работу, если объем их обязанностей остался прежним. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Не приостановят и положенные социальные выплаты. У фонда социального страхования бюджет сбалансирован, есть переходящие остатки с прошлого года. Так что все социальные выплаты, положенные гражданам, будут осуществлены в полном объеме. Чиновник также отметил, что работодатель, переводя своих сотрудников на удаленку, должен убедиться, что у сотрудника есть ресурсы для выполнения работы. В противном случае начальник обязан предоставить человеку необходимую технику и материалы. И напоследок. В Новосибирске разработали обеззораживающий воздух лифты. Основное устройство – наноионный очиститель. Он позволяет удалить из воздуха опасные вещества – частицы пыли, плесени и запахи. Такие системы применяют в помещениях с высокими требованиями к подавлению антибактериальной и вирусной активности. Эту модель разработчики создали специально для лифтов. Наноионный очиститель безопасен для человека, не требует технического обслуживания и смены расходных материалов. И сможет проработать 30 тысяч часов. На этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok